Воистину, хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и наших скверных дел. Того, кого Аллах наставит на прямой путь, никто не собьет. А кого Он собьет, того никто не наставит. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад – его рабы-посланник. А затем. Поистине самая правдивая речь – это книга Аллаха. И лучшее руководство – это руководство Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Худшие из дел – новшества. Каждое новшество – это нововведение. Каждое нововведение – заблуждение, а каждое заблуждение в огне. Рабы Аллаха. Сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуют, задали своему пророку великий вопрос, когда он сказал им, нет божества, кроме Аллаха. Горе арабам от зла, что уже близко. Сегодня в стене Яадюджа и Маадюджа появилось вот такое отверстие. И он показал его размер, сложив в кольцо свой большой и указательный пальцы. И Зейнаб, да будет доволен ею Всевышний Аллах, жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда она спросила, мы погибнем, даже если среди нас будут праведники, пророк, да пребудет над ним мир и благословение, ответил ей, да. И упомянул, когда это случится, если повсеместным станет хабас. Ученые называют хабасом ложь, зло, нечестие, незаконно рожденных детей, а также нечистоты. Похожее значение слова хабаис, и им называют вино, которое считают матерью всей скверной. Слово хабис означает плохой, неисправный, ненавистный. Хабаис и хабас – это грехи в целом и непристойные и порочные поступки в частности. Все это относится к причинам погибели и наказания. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул, а погибели в хадисе. В каком бы на родине распространилось ростовщичество и прелюбодеяние, они сами сделают для себя дозволенным наказание Аллаха. Также к причинам наказания относится обвешивание на весах. Всевышний Аллах уничтожил народ Шуайба за их ширк и ту порицаемую вещь, которую они совершали. Обвешивание. Как сказал Аллах, не убавляйте людям того, что им причитается, и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Саид ибн аль-Мусайеб, да помилует его Аллах, говорил, если ты придешь на землю, где люди наполняют меру и весы по справедливости, останься там надолго. Если же ты придешь на землю, где обвешивают и обмеривают, оставайся там меньше. Так как эта земля в опасности из-за возможного наказания Аллаха. Несомненно, самый страшный хаббас – это хаббас в Акиде и тот ширк, который содержит в себе сердца, а также ложные вероубеждения. Нет сомнения в том, что это одни из главных причин ни с посылания наказания. Большое количество хаббаса – это бесстыдство и различные порицаемые, порочные вещи. Слово «большое количество» указывает на распространенность и открытость, когда это уже не скрывают, и когда это не единичные случаи, а напротив, они широко распространены. И верх этого состоит в открытом выражении порицаемого, как сообщил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. «Все члены моей уммы будут помилованы, за исключением заявляющих во всеуслышание о своих грехах». Беляль ибн Саад, да помилует его Аллах, сказал, «Если грех прячут, он вредит только тому, кто его совершает. Если же он станет открытым, и никто не будет пытаться его изменить и исправить, он повредит людям в общем». Таким образом, общая гибель наступает при открытости совершения порицаемого и объявления о нем. Умар ибн Абдуль-Азиз, да помилует его Аллах, сказал, «Говорили, что Всевышний Аллах не наказывает простых людей из-за греха кого-то отдельного. Но если такой человек будет совершать порицаемое открыто, все люди заслужат наказание». Это открытое совершение порицаемого возвещает о наказании Всевышнего Аллаха для людей, которые проходили мимо, но не исправляли его. «Они видели, но не порицали». Также большое количество хаббаса указывает на утверждение порицаемого и его признание. Аллах сказал, «Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив». Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, упомянул в тафсире этого аята, что Аллах повелел верующим не одобрять порицаемое в их обществе. Не то Аллах охватит всех их своим наказанием. Когда неверие или вероступничество становится свободой, когда нагота, разврат, непристойность и песни превращаются в искусство, когда происходят эти проникновения за границей Всевышнего Аллаха, все это, несомненно, приводит всех к наказанию от Аллаха. Аллах не спослал шарят для того, чтобы ему следовали, установил границы для того, чтобы их уважали и не посягали на них. У него есть свои запреты, и он относится к ним ревностно. Поистине, Аллах не наказывает простых людей за деяния отдельных лиц, пока они не увидят в их обществе порицаемое. И, имея возможность порицать, не сделают этого. Когда же они поступят так, Аллах накажет как тех отдельных лиц, так и остальных. Этот хадис привел Ахмад, да помилует его Аллах, от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И Аль-Хафиз, да помилует его Аллах, назвал этот хадис хорошим. Ибн Абдельбар сказал, «Это значит, что они могли порицать это, так как они были могущественны и сильны. И никакого вреда бы им от этого порицания не было, но они согласились с этим порицаемым и не изменили его». В данном хадисе содержится предостережение и предупреждение для тех, кто промолчал и не запретил порицаемое. Так что можно сказать о том, кто при этом потворствовал греху, соглашался с ним и был им доволен, даже если он не был соучастником этого дела? И что можно сказать о том, кто содействовал ему, как сам совершал его, и о том, кто был главой этого зла? Отсутствие реакции и какого-то интереса указывает на слабость веры. Эти люди видят, как попираются законы Аллаха, но не испытывают ревности. Видят, как делаются прегрешения, но ничего не изменяют. И унижение и позор постигнут того, кто поступит вопреки приказу нашего Всевышнего Господа и приказу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Об этом ясно сообщается в хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал, унижение и позор будет на том, кто пойдет вопреки моему приказу. Аллах унизит их. В этом плане люди делятся на группы. Есть те, кто сам изменяет порицаемое. Те, кто порицает сердцем из-за невозможности исправить что-то физически. И есть те, кто молчит. Есть те, кто потворствует, те, кто сотрудничает, соучаствует и сам делает эти грехи. И нужно разделять между двумя положениями у праведников. Когда они оставляют призыв к одобряемому и запрещение порицаемого, несмотря на свои возможности, и когда они не могут ничего изменить. И тогда порицание происходит в сердце и путем побуждения к праведным делам. Если они не будут ничего исправлять, хотя будут иметь возможность, они погибнут. И их наказание в Дунии будет таким же, как наказание других людей. Потому что они уже вошли в их число. И вместе с ними они погибнут. И Всевышний Аллах воскресит их сообразно с их делами и намерениями. И у Него свои весы. Что касается того, кто не мог ничего сделать, Его Всевышний Аллах не будет наказывать или взыскивать с него. А Аиша, да будет доволен ею, Аллах спросила пророка, да благословит его Аллах и приветствует. После того, как он сказал, когда на земле распространится зло, Аллах не спошлет на обитателей земли свое наказание. Она спросила, даже если среди них будут люди, повинующиеся Всевышнему Аллаху? Он ответил, да. И затем они перейдут к милости Всевышнего Аллаха. Хадис привел Ахмад. Аль-Хейтами сказал, передатчики этого хадиса те же, что и в Сахихе. Это указывает на то, что те, кто не будет ничего порицать, не спасутся. Как сказал Аллах, мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния. Таким образом, тот, кто запрещает, тот спасется. А того, кто не запрещает, хотя имеет такую возможность, захватит общее наказание. Затем каждый человек будет воскрешен на том, на чем он умер. Это наказание бывает разных видов. К ним относятся провалы в земле. Провалы в земле, когда почва уходит вниз вместе со всем, что на ней было. Людьми, домами, пашнями и так далее. Так пропадут люди и имущества. Также уродство и превращение, то есть изменение внешности в худшую сторону, как Аллах сделал с сынами Исраиля, с людьми субботы, когда превратил некоторых из них в обезьян и свиней. Также к наказанию относится забрасывание камнями с небес. Аллах сказал, неужели те, которые строят злые козни, не опасаются того, что Аллах заставит землю поглотить их, или мучения постигнут их оттуда, откуда они их не ожидают? Пророк, да пребудет над ним мир и благословение, сказал, «В последние времена моей уммы участятся провалы в земле, уродства и падения. В последние времена моей общины, а мы сейчас несомненно живем в последние времена этой общины. В последние времена моей уммы участятся провалы в земле, уродства и падения». А Ваиша рассказывала, я сказала, «О посланник Аллаха, мы погибнем в то время, как среди нас будут праведники?» Он ответил, «Да, если пороки умножатся». Хадис привел Ат-Тирмидзи, и это достоверный хадис. Также пришла угроза относительно людей, играющих на музыкальных инструментах, занимающихся музыкой, к тем, кто пьет вино, как привел Аль-Бухари в своем сахихе. Что одни люди уйдут, оставив тех людей с их развлечениями, музыкой и с их танцовщицами и вином. Затем они вернутся, но уже не найдут их. Божественным наказанием также относится землетрясение. Всевышний Аллах сказал, «Неужели вы уверены, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется. Неужели вы уверены, что тот, кто на небе, не нашлет на вас ураган с камнями? Скоро вы узнаете, каково мое предостережение». Также к наказаниям относится гибель пашин, плодов, урожая, испортится воздух и окружающая среда. Это то, что сегодня известно, как загрязнение. Всевышний Аллах сказал, «Зло появляется на суши и на море». Это о загрязнении. Зло появляется на суши и на море по причине того, что совершают людские руки. Почему испортились их посевы, их урожаи, их воздух, их атмосфера, их здоровье? Зло появляется на суши и на море по причине того, что совершают людские руки. Вследствие этого зла на суши и на море распространились разные раковые болезни, которые стали результатом этого зла. Зло появляется на суши и на море. Это загрязнение и негативные изменения. Все это из-за того, что совершили их руки. Это наказание от Аллаха. Поэтому Аллах сказал дальше в аяте, чтобы они вкусили часть того, что они натворили и чтобы они вернулись на прямой путь. И если бы он заставил их вкусить не часть, а все, что они натворили, на поверхности земли не осталось бы ни одного живого существа. Также к коллективным наказаниям относится то, о чем упомянул пророк да благословит его Аллах и приветствует в своих словах. О мухаджиры, есть пять вещей. Если вы будете испытаны ими, я прибегаю к Аллаху от того, чтобы они вас постигли. В каком бы на родине распространился разврат и не стал делаться открыто, как среди людей появятся эпидемии и болезни, которых не было у их предков. Это новые эпидемии, болезни, которых не было у человечества раньше. Он сказал, «И когда бы они не начали обвешивать и обмеривать, их постигнет засуха, недостаток средств к существованию и произвол правителя в отношении них. И когда бы они не перестали выплачивать закят со своего имущества, они будут лишены воды с неба, и если бы не животные, у них бы вообще не было бы дождя. И когда бы они не нарушили завет Аллаха и завет его посланника, Аллах предоставит власть над ними их внешнему врагу, который заберет некоторое из того, что было у них в руках. Это предоставление власти каферам над мусульманами можно наблюдать сегодня. Все это произошло вследствие нарушения завета Аллаха и завета его посланника. Аллах сказал, «Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили». Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите. Пророк продолжил, «И когда бы ваши правители не перестали править по книге Аллаха, Аллах посеет жестокость среди них, и они будут убивать друг друга». Аллах упомянул этот вид наказания в своих словах. Скажи, «Он властен наслать на вас мучение сверху или из-под ваших ног, или привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других». Это наказание за выход из божественного манхаджа, за оставление божественных законов, за попустительство в обязанностях и покрывание запретного. Когда все это распространяется и начинает открыто проявляться, приходят эти наказания. «И ты видишь их много на земле, но кто же воспримет назидание?» «Все так, как сказал Аллах, мы устрашаем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность». Некоторых людей постигает какая-то беда, но ты видишь, что остальные пребывают в забвении. Когда им говорят, «Бойтесь того, что перед вами и того, что после вас, вы видите то, что перед вами и сзади вас». Так бойтесь того, что перед вами и того, что после вас, то есть наказание Аллаха. Бойтесь его, что оно не спустится и случится, чтобы вы были помилованы. Какое бы знамение из знамения Господа не явилось к ним, они непременно отворачиваются от него. О, Аллах, мы просим Тебя, чтобы мы боялись Тебя в скрытом и явном. Мы просим у Тебя слово истины в гневе и довольстве. Мы просим Тебя наслаждения, которое никогда не кончится, радости которой никогда не прекратится. И чтобы мы посмотрели на Твой благородный лик в Твоих райских садах блаженства. На этом я заканчиваю и прошу прощения у Аллаха за себя и за вас. Просите у Него прощения, поистине Он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху. Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха и причист Он. И нет мощи и сил ни у кого, кроме Аллаха. Также свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и Его посланник. Да благословит Аллах его, его семью, сахабов и благое потомство, его жен, благословенных наместников, сподвижников и тех, кто последовал за ними вплоть до судного дня. О, Аллах, благослови и приветствуй своего раба и верного пророка. Рабы Аллаха, к установлениям Аллаха и Его законам в мире относится уничтожение селений, которые выходят за Его приказ. Это установление уже осуществлялось в прошлом. Ты не найдешь замены для установления Аллаха и не найдешь возможности уклониться от установления Аллаха. Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе. Всевышний Аллах не уничтожает какое-либо селение и не наказывает никого, кроме как после предостережения и предупреждения. Это произойдет потому, что твой Господь не губит города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении. Он не губит их без предупреждения, напоминания и донесения аргументов. Поэтому Аллах отправил посланников и не спослал священные писания. И Всевышний Аллах не поступает несправедливо со своими рабами. Аллах сказал, мы не губили ни одного селения, которым предостерегающие увещеватели не побывали с назиданиями. Мы не были несправедливы. Аллах также сказал, мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Если они ослушивались посланников и выходили за границы пути Аллаха, Аллах наказывал их. Сколько же селений мы погубили? Наше наказание поражало их ночью или во время полуденного отдыха, или когда они спали ночью, или же во время их дневного сна, во время полуденного отдыха. А когда наше наказание поражало их, они лишь говорили, воистину мы были несправедливы. Причиной этого уничтожения селений было неверие в Аллаха и то, что они сочли ложью его знамения. Если бы жители селений уверовали и стали богобоязнены, мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли, но они сочли это ложью, и мы схватили их за то, что они приобретали. Так Всевышний Аллах приводит примеры селений, которые не благодарили Аллаха за оказанную им милость по отношению к ним. Аллах привел в качестве притчи селения, которая пребывала в безопасности и покое. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облег их в одеяние голода и страха за то, что они творили. Эти люди не относили милость к тому, кто ее им даровал, и не благодарили его за нее, используя ее в повиновении ему. Напротив, они использовали милость Аллаха в ослушании ему, и среди них распространилась заносчивость и неблагодарность. Поэтому наш Господь сказал, сколько селений, которые были неблагодарны за средства к существованию, мы погубили. Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это. Там были селения, царства, страны, столицы, Ирам, обладавший колоннами. Где он сейчас? Также раньше существовал народ Самуд. Где он? Где город народа Люта, народа Шуайба и другие общины, которых погубил Аллах из числа греков, римлян и прочих, финикийцев, ассирийцев, вавилонян, древних египтян, йеменских народов, таких как Сабейское царство и так далее по всему миру по причине их несправедливости. На одних Аллах наслал наводнения и потопы, утопил народ Нуха и фараона. Также уничтожение Сабейского царства произошло с помощью воды. Они были наказаны за их несправедливость и нечестие. Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял в важнейшее из них посланника, который читал им наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками. Аллах давал отсрочку этим селениям. И под селениями имеются в виду города разного размера и площади. Все это на языке арабов называлось словом Кура. Уммуль Кура Мать Селений это Мекка, как сказано в Коране, дабы ты увещевал мать городов, то есть жителей Мекки и тех, кто живет вокруг нее. Скольким селениям, которые были несправедливы, я предоставил отсрочку. Он даровал им разные отсрочки. И они продолжали свое существование в течение долгих лет, но в конце их постигало то, что должно было постигнуть. Во время двух мировых войн уничтожались столицы, селения и многие города на земле из-за того неверия и нечестия, которое в них было. Скольким селениям, которые были несправедливы, я предоставил отсрочку, впоследствии я схватил их и ко мне предстоит прибытие. Мы погубили эти города, когда они стали поступать несправедливо и установили для их погибели срок. Это неизбежное, спускающееся свыше установление, которое уже предопределил заранее Всевышний Аллах. Не было такого селения, как упомянул Всевышний Аллах. Нет такого поселения, которое мы не разрушим перед наступлением дня воскресения. Или же, если не произойдет общее уничтожение или не подвергнем тяжким мучениям, так было предначертано в Писании. Спасти может только повиновение Аллаху. Ниневия была городом народа Юнуса. Предостережение от наказания началось и закончилось. И они вышли вслед за своим пророком, обращаясь к Аллаху. Аллах сказал, кроме народа Юнуса, когда они уверовали, Аллах избавил их от мучений, потому что истинное, непосредственное неспослание наказания еще не произошло. Предостережения были связаны с наказанием, но оно так и не пришло. Если бы оно не спасалось, то уже не прекратилось бы. Когда мы хотели погубить какое-то селение, то повелевали его изнеженному роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестью, то относительно него сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью. Поэтому, когда мусульмане видят, какой разврат, какие разрушения происходят в мире, какие идут войны, волнения, какие происходят смуты и хаос, им необходимо вернуться к Всевышнему Аллаху, повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Поистине, Аллах силен в своем наказании. Это могут быть провалы, уродства, наводнения, смертельные вопли. И все это недалеко от беззаконников. Эпидемии и болезни, которые он посылает, портится земля и окружающая среда. Среди людей возникает смута, и люди убивают друг друга. Аллах оставил нам следы от древних городов, которые могут увидеть люди, живущие позже. Аллах сказал, это некоторые из повествований о селениях, которые мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие уже скошены. Ты можешь видеть следы фараонов, то, что осталось от пропавших народов, народ ад, который жил среди барханов, одни памятники древности в Йемене, другие в Шаме, в Турции, Ираке и в других частях земли. Сколько селений, которые были несправедливы, мы погубили, и теперь они разрушены до основания. Сколько заброшенных колодцев и воздвигнутых дворцов. Постройки безжителей, руины, памятники древности, колодцы, с которых уже никто не пьет. Когда люди тех селений были сильны, они и помыслить не могли о том, что их постигнет подобное несчастье, но оно постигло их. Всевышний Аллах словно увещевает арабских каферов и мушриков говоря, они уже проходили мимо селения, на которое выпал недобрый дождь. Разве они не видели его? О, нет, они не надеялись на то, что будут воскрешены. Эти аяты словно высмеивали их и говорили, вы проходите мимо них утром и вечером. Неужели вы не разумеете? Аллах оставил ковчег на какое-то время, сохранил тело фараона на какое-то время. И никто не заключил с Аллахом договор о том, что Господь спасет его от наказания, если он приступил божественный закон. Поэтому Аллах сказал куфарам из числа арабов. Разве ваши неверующие лучше тех, то есть тех, кого мы погубили? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях? Наше наказание нельзя отвратить от грешных людей. Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. Когда они чувствовали наше наказание, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь и в свои жилища. Быть может, к вам будут обращаться с просьбами. Они говорили о горе нам, воистину мы были несправедливы. Они продолжали так взывать, пока мы не превратили их в затухшее жневье. Наказание может прийти неожиданно. Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их ночью, когда они спят? Неужели жители селений не опасались того, что наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? Неужели они не опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток. Наказание может прийти и вполне ожидаемо, когда все увещевания уже прошли, Всевышний Аллах сказал, или того, что Он схватит их, когда их охватит ужас. Что значит, когда их охватит ужас? То есть они предполагали, что наказание снизойдет. Поэтому когда пророк видел тучу или ветер, выражение его лица менялось. Он говорил, Аиша, я не уверен в том, что в этом нет наказания. Людей уже наказывали ветром. Тот народ видел приближающееся наказание, но сказал, что это туча, которая прольет на них дождь. Поэтому необходимо предпринимать меры для спасения. Тому, кто посмотрит на установление Аллаха и на то, что происходило в прошлом и что происходит в настоящем, тому необходимо будет совершать причины, приводящие к спасению. Во-первых, это вера. Аллах сказал, потом мы спасем наших посланников и тех, которые уверовали. Так нам надлежит спасать верующих. Всевышний Аллах сказал, разве были селения, жители, которых уверовали после того, как они узрели наказание и им помогла их вера, также мольба о прощении. Но Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят о прощении. Мольба о прощении это безопасность, как и смиренность. Аллах сказал, почему же когда их поражало наше наказание, они становились Смиренность. Дуа с боязнью – это смиренность. Одна из главных причин, защищающих от неспосылания губительного, уничтожающего наказания, одна из главных причин кроется в исправлении и праведности. Аллах сказал, «Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны». Исправление порочности, изменение порицаемого, призыв к Аллаху, веление одобряемого и запрещение порицаемого. Когда они забыли о том, что им напоминали, «Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво». Вот история о корабле. Когда одни люди захотели проделать днем дыру, а другие оставили их в покое, все они утонули. Поистине, если люди увидят беззаконника, но не схватят его за руки, Аллах скоро охватит их наказанием. Затем они будут делать дуа, но им не будет отвечено. Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле. Как бы их не постигло искушение, или не постигли их мучительные страдания. О Аллах, поистине мы прибегаем к Тебе, от Твоего гнева и наказания, о Господь миров. О Аллах, устрой наши дела наилучшим образом. О Аллах, исправь нас, о Наймилостивейший из милостивых. О Аллах, сделай так, чтобы мы действовали согласно Твоему шариату, выполняли Твои приказы и не делали того, что Ты запретил. О Аллах, мы просим у Тебя безопасности и веры для нашей страны и для мусульманских стран. О Аллах, сделай так, чтобы они строились на Твоих приказах, управлялись по Твоему закону и были полны Твоим поминаниям. О Наймилостивейший из милостивых. О Аллах, прости нам наши грехи и наше рассочительство в наших делах. Помилуй нашу слабость и исправь нас. О Аллах, исправь наши дела. О Аллах, наставь нас, прости нас. и возьми на себя наши дела, о наймилостивейший из милостивых. Прости нам, нашим отцам и матерям, прости нам, нашим родителям и верующим, в день, когда будет расчет. О Аллах, устрани беды от наших слабых братьев. О Аллах, устрани беды от наших слабых братьев. О Аллах, устрани беды от наших слабых братьев. Ведь никто, кроме тебя, не может этого сделать. Устрани тот вред и зло, которое их постигло. О наймилостивейший из милостивых. Устрани зло, которое их постигло, о Господь миров. Развей вред, который их постиг. Поистине, ты над каждой вещью властен. О Аллах, даруй нам безопасность в нашей стране. Исправь наших правителей и прости нас, о могущественный, о прощающий. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.